Поступил вопрос о спавшейся группе мусульман. Достоверен ли хадис об этом? Да, это подтверждено самим пророком Мирима. Он сказал, разделились иудеи на 71 течение, христиане на 72 течения, и разделится моя община на 73 течения. И этот хадис достоверный, к тому же у него несколько цепочек передач. Наш брат, Хамдуль-Уфман, да вознаградит его Аллах, написал целую диссертацию на эту тему. И в этом хадисе есть фрагмент, который некоторые ученые удостоверили, а другие сообщили о его слабости. И это слова о том, что все они в аду, кроме одной. Проблема того, кто отрицает этот хадис, состоит в том, что он его не понимает. А тот, кто понимает, его не отрицает. Потому что некоторые думают, что слова пророка Мирима, все они в аду, кроме одной, обозначают то, что приверженцы искаженных течений, которые есть в исламе, являются невирующими. Но это не так. Во-первых, нам следует знать, что община бывает двух видов. Умма-ту-листежаба и умма-ту-даава. То есть община призыва и отозвавшаяся община. Умма-ту-даава – это все, кто живет на земле. То есть община призыва. Другими словами, это те, к кому направлен призыв. К кому был послан пророк. Он был послан к белым и к черным. Он неспослан ко всем людям. Это и есть община призыва. К примеру, сейчас иудеи из этой общины, христиане, окнепоклонники, индусы, буддисты, атеисты. То есть все, кто живет на земле. Поэтому мы идем и призываем их к исламу. И они названы умма-ту-даава. Помимо этого, есть отозвавшаяся община. Умма-ту-листежаба. Это все те, кто сказал, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, а также свидетельствую, что Мухаммад – его посланник. Поэтому их прозвали отозвавшейся общиной, так как они ответили на призыв. Сколько сейчас насчитывается людей на земле? 7 миллиардов? Получается, 7 миллиардов – это община призыва. А сколько мусульман? Миллиарды 200 миллионов? Вот это и есть отозвавшаяся община. Умма-ту-листежаба – это мусульмане. В этом хадисе, то есть слова пророка «Моя умма разделятся, и все они в аду, кроме одной», имеется в виду умма-ту-листежаба, но не умма-ту-даава. Отозвавшаяся община – это и есть те, кто разделится на 73 течения. То есть они мусульмане. Что означают слова «Ани в аду»? То, что они заслуживают огонь. Их прозвали людьми, которые отклонились. Отклонения бывают двух видов. Отклонения в убеждении и отклонения в действиях. Отклонения в действиях – это зина, распитие спиртного, оскорбление родителей, оставление намаза, поста, убийство, обман. Это все какое отклонение? В действиях. Отклонения в убеждении – это приверженцы нововведений. Они относятся к исламу, но отклонились в убеждении. Поэтому они названы отклонившимися в убеждении и течениями. Вопрос. Тот, кто употребляет спиртное, является неверующим? Ну, что скажете? Нет, он отклонившийся мусульманин. То есть мусульманин – грешник. Также и отклонившийся в убеждении. Он мусульманин, но искажающий акиду. Но в конце концов они все мусульмане. Один отклонившийся в деяниях, другой же отклонившийся в убеждении. В этом хадисе пророк мир ему говорил об отклонившихся в убеждении. Моя община разделится на 73 течения, то есть течения, в убеждении, в акиде. Эти 72 течения, отклонившиеся в убеждении, окажутся обитателями огня, если только они не совершат талуба. Это означает, что они пребудут там на определенный срок, но не навсегда. Потому что ни один человек из умы пророка, мир ему никогда не будет гореть в аду вечно. Их положение будет таким же, как и у мусульман-грешников, совершивших большие грехи. Они заслуживают огонь. Заслуживают. Но не являются кафирами. У некоторых людей сложилось неправильное представление об этих течениях. Они их считают неверующими. И что только аглюсунна мусульмане. Это неправильно. Однако аглюсунны избежали отклонений в убеждении. И если к тому же он не был отклонившимся в деяниях, то он прямиком попадет в рай. В то время, как приверженец нововведений, даже если он не совершал большие грехи, попадет в ад, потому что он отклонился в убеждении. И он заслуживает мучений, потому что в огонь зайдут не только неверующие, но и мусульмане. Однако мусульмане не прибудут там вечно. Они будут наказаны ровно столько, сколько им положено. А затем их поместят в рай. И Аллах простит их, иншаллах. Но проблема состоит в том, что неправильное понимание этого хадиса привело до того, что некоторые люди начали его отрицать. Они говорят, что его цепочка недостоверна. Однако хадис является сахих. В частности, это достоверно до слов моя община разделится на 73 течения, кроме последней части хадиса, так как они ввели спору между учеными. Однако более достоверно, что и она хорошая, приемлемая. Субтитры создавал DimaTorzok